сегодня мы будем омолаживать ванду вот у меня вот такая ванда она стала приподниматься и у нее стали вот вырастать здесь корни здесь начинает потихоньку сохнуть поэтому мы будем обрезать ее вот здесь и садить новый субстрат я бы предварительно прокалила на огне черноватый конечно для рачки подвес чтобы ее было удобнее обрезать омолаживание этой ванде она у меня пять лет получала как обычные все ванны достаточно молодое растение но она быстрее всех выросла стала оголять ствол и отсюда корни значит что пора омолаживать это я делала с полинопсиса омолаживала страшного ничего нету но это лучше делать потому что она начинает вырождаться вот эти корни субстра чтобы как-то питаться вот я беру смотрю где здесь откуда в основном идут корни этот корень уже начинает сохнуть вот где-то вот здесь беру секатор все я освобождаю эти корни корни толстой поэтому я думаю что проблем не будет дальше потихонечку вытаскиваю сейчас лазницы возьмем обрежу лишнее место потому что я когда-то перефиксировала ее и забыла снять ну как-то и не было потребностям теперь я попытаюсь ее вытянуть что корни какие останутся те и будем садить буду подрезать вот что нам нужно вот что у нас получилось банда и вот эти все новые корешочки которые активно пойдут у нас будет здоровое и сильное растение посажу я ее все что у нас осталось корзинка уже плохо себя ну енда выкидывать и мы сейчас пересадим в другую корзинку в качестве сакурата я возьму такую крупную кору сосновую вставим эти желтые листочки потому что отсюда я вижу уже пойдет новый корень смертной мусор главное еще обработать вот этот срез банда я использую торос или макси это против гнили луковиц луковичных растений просто беру и замазываю далее я нашла корзинку вот она была она не пронувшая ничего и начинаю сюда вставить эту ванду загибаю корешочки конечно они начнут подламываться без этого мне никуда не надо ее так определить больше корзину я не вижу смысла брать почему уже был опыт что просто начинает загнивать растения из-за большого количества объема корней получается не так много они не лухивают эту воду которая лишняя остается в коре просто загибается растение жалко подгибать а еще я заметила что когда в ванде подновываешь корни они так вкусно пахнут вот что с ней делать приходится вот так вот жалко ну а что делать подгибаю и плачу как жалко эти корешочки жирненькие вот когда подгибаешь эти корни подламывается и у нас стоит запах стыков и вот начиная закладывать на места вот где вот примерно это вот так выглядит крышечка крышечка засула и места я начинаю закладывать этой корой все свободные вот у меня есть и куски помельче и куски покрупнее вот как они в упаковке шли закладываю чтобы она не шаталась где-то помельче засыпаю или покрупнее но мелкая тут мало в основном все все куски крупные кору используем только сухую потому что вот это вот сейчас где подломались корни чтобы не пошло за гневом все они должны хотя бы поджить ну заметила даже подломанные корни они функционируют нормально оно видно как-то подтягивается растение чувствует себя хорошо вот 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 я бы сказала что это именно наконец вариант как я посадила прикрыла корни ну вот собственно вот это вот у нас и было с вами омоложение ванды дальше со временем конечно она пойдет рост я точно так же ее обрежу и дальше пойдет она расти вот что у нас получилось корешочки да и кстати забыла еще зафиксировать я фиксирую этими она шатается поэтому надо ее максимально распилить король берем подвес металлический и я ее фиксирую чтобы она не шаталась подвес я использую тот же ничего с ним не было он железный так 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 вот так вот мы с вами зафиксировали ванду про полив полив поливать я ее буду не раньше чем через неделю и я ее наверное сейчас поливать ну скорее всего замачиванием в тазике потому что кора крупная на пол часика замочила повесила но пока раз в неделю потому что при излишней влажности корни начнут куклиться и не пойдут они активно расти и надеюсь что вам было интересно это видео спасибо за просмотр так вот так так и вот вот и